Всем доброе утро! Да, действительно, мы почти каждый день слышим разговор о том, что медики действительно работают на пределе возможностей, не хватает рабочих рук, и ситуация складывается критическая, потому что некому буквально вот ухаживать за больными COVID-19. Только что в новостях прозвучало о том, что и армия, и ЗМСАР заберут, так сказать, шефство и выходят на помощь, и добровольцы, добровольцы, частники тоже начинают участвовать, потому что ситуация архи сложная, и нужно помогать всем миром, что называется. Ну и мы буквально вот хотели бы получить, может быть, больше информации о том, каким образом люди могут оказать посильную помощь, если они хотят стать волонтерами, добровольцами. И буквально вот на днях Ассоциация, Латвийская Ассоциация Самаритян и Клиническая Университетская больница имени Паула Страдыня заключили договор о привлечении волонтеров. Вот, наверное, подробнее обо всем об этом мы расспросим директора Латвийского общества Самаритян Андриса Берзенча, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, господин Берзенч. Доброе утро, доброе утро. Ну да, давайте сразу к главному. Ну, во-первых, что побудило общество самаритян, я так понимаю, это была ваша инициатива, и в чем заключается ваша помощь, будет заключаться помощь членов вашей организации больницы? Да. Ну, не буду себе приписывать лавры, которых нету, но конкретно в этом случае это была инициатива больницы, больницы Страдыня. Может, тем же и отвечу на вопрос, почему только в больнице Страдыня, потому что они как раз к нам и обратились и спросили, можем ли мы в сотрудничестве и вместе участвовать в привлечении добровольцев, ну, в оказании какой-то помощи. Ну, это, наверное, уже в дальнейшем разговоре определимся, в какой, но да, мы с организацией самаритян уже давно занимаемся, в основном социальными вопросами, и бывало у вас в студии с продовольственным банком, и с уходом, и с пансионатами, то есть с разными вещами, но в основном в социальной сфере. Ну, добровольцы, неотъемлемая часть нашей организации, у нас в прошлом году более 50 волонтеров участвовали в разных видах деятельности, один больше, другой меньше, это всегда часть, неотъемлемая часть негосударственных организаций. И больница обратилась к нам с вопросом, могут ли наши волонтеры участвовать и в таком виде работы, мы обратились к своим волонтерам, которые уже более привязаны и участвуют в других делах с организацией, уже имеют какой-то опыт. Они были, ну не все, конечно, но были, которые отзывчивые, сказали, да, с радостью пойдем поможем, ну и как раз сейчас составляются списки, подготавливаются группы на обучение, и, наверное, уже в ближайшем времени они будут помогать и найдут себя в больнице. Ну, конечно же, сразу возникает вопрос, сколько человек, это звалось, чем именно придется им заниматься, вы упомянули обучение, наверняка оно займет какое-то время, а время уходит, а помощь нужна уже сейчас. Да, ну мы буквально вчера пришли, позавчера вечером, в организации выступают люди, которые хотят помогать и помогают в последнее время.